Меня зовут Андрей, мне 43 года, я родился в Мариуполе. Я пришел в церковь на программе Лехав в 1993 году. Я хотел очень иметь Библию, как раз в газете прочитал, что кто посетит 20 лекций, получит Библию. Но я пришел, посетил, крестился, начал ходить в церковь. До 24 февраля я работал в Мариупольском предприятии «Озеленение города». Это благоустройство города. По выходным, субботу, воскресенье, я занимался с подростками по программе «Следопыт». Это программа для воспитания духовного, физического, эмоционального развития ребенка, гармоничного развития подростка. Мы изучали Библию, также ходили в походы, практические навыки, ориентирование, узлы, как правильно, рюкзак собрать. 24 февраля я проснулся, как обычно, по будильнику. Ну, издалека были слышны взрывы. Ну, я спокойно собрался, пошел на работу. Пришел на работу, нас не, ну, сказали, посидите, не выпускали на объекты. Потом сказали, можете езжать по объектам. И где-то минут через 20-30 позвонило начальство, сказало, возвращайтесь. Мы вернулись и сказали, распустила по домам. Сказали, что идет обстрел и и мы разошлись по домам. Где-то числа 8-го, 9-го перебрались мы в подвал дома, ну, потому что уже были слышны взрывы. Напротив моего дома в дом попал снаряд неразорвавшийся, вот так и торчал. И потом, возле нас, у нас получается, два дома старых, хрущевки. Между ними построили новый, между домами. И туда тоже прилетел снаряд и так же не разорвался. Потому что если бы разорвался, ну, там уже можно было разрушение. А то, слава Бог, Бог берег. Когда мы сидели в подвале, нас образовалась группа. Там две семьи, знакомые. В общем, где-то 9 человек. Мы этой группой решили выходить из Мариуполя. Мы сначала перебрались в тот район, где не было обстрелов. Это на окраине района, на берегу моря. Мы там были пять дней, когда после того, как над нами обстреляли блокпост. У нас наверху был блокпост военных. Мы решили выходить полностью из Мариуполя. Как местные вспомнили, что можно пройти по берегу моря. Там идет отлив и можно пройти в другое село за территорию. Но в это время отлива, как такового, не может быть. Но когда пошли смотреть, в это время был отлив. Где-то вода отступила метров на четыре. Бог совершил чудо. И мы решили на утро следующего дня выходить, идти. Это где-то до следующего села. Это где-то четыре с половиной, пять километров. Мы прошли по над берегом. Через это село поднялись на трассу. Добрались до Мангуша. Мы, когда пришли к вечеру в Мангуш, мы хотели остановиться в садике. Там нам подошел местный мужчина и предложил нам переночевать у него. Я, получается, в день провел Мангуш и узнал, как выбраться или волонтеры. Это узнавал, что волонтеры вывозят, но приоритет женщины с детьми. Ну и я решил идти на Бердянцево пешком. Когда вышел за Мангуш на блокпост, меня военные проверили. Другой военный подошел. Он говорит, ты куда? Я говорю, я иду на Бердянцево пешком. Я говорю, да, вот сейчас тебя посажу в машину. Там машина стояла, проверяли. Меня он посадил в машину и поехали в Бердянск. Я у местных узнал, где идет эвакуация. Мне подсказали. Я добрался до места эвакуации. Там народа было очень много. Как раз тогда эвакуационные автобусы не пустили в город, они стояли за этим. Я решил остаться в городе. У знакомого переночевал, провел выходные и пошел, значит, в понедельник пошел дальше выбираться на Запорожье. Я дошел до там, где эвакуационная, пришла эвакуация. Народа было ну очень много. Где-то, если так рассмотреть, где-то метров 700 живой очереди было. И люди уже стояли, никуда не уходили. Ну, чтобы не... Ну, я решил не ждать, а идти пешком. На часах, ну, шагометр есть. Я пошел по шагометру, ну, где-то и прошел где-то 20-25 километров. Всю дорогу, когда я шел, у меня было чувство, что Господь меня ведет. Остановился мужчина, вот, что он местный и может только подвезти до своего села. Вот. А это еще где-то километров 10 мы проехали. Вот. Я спросил, где можно переночевать. Вот. Ну, оставил у себя там в недостроенном доме. Я там переночевал. И на следующее утро пошел дальше. Ну, ну, на Токмаке, через Васильевку на Запорожье. Когда шел, тоже машина остановилась, грузовая. Меня подвезла до Токмака. На блокпосту еще сказали, что как раз Васильевку обстреливать, эвакуацию не будет. Надо идти через Орехов. Я говорю, нет. Я как решил идти, так и пойду через Васильевку. Потому что потом я узнал, когда сюда пришел, что в этот день как раз Орехов сильно обстреливали. Я где-то одну треть прошел. У меня тоже остановилась машина. Говорит, я вижу, что ты идешь пешком. А я эту машину видел, она еще несколько раз туда-сюда проехала. Это с Васильевки, с мэрии. Мужчина развозил по селам, тоже гуманитарную помощь. И меня он до Васильевки подобрал. Когда я пришел в Васильевку, меня с мэрии направили в лицей, где было бомбообежище. Я там как раз остался ночевать. Там сказали, что будет эвакуация. Ну, подожди. Там подогнали два школьных автобуса и волонтеры. Доехали до центра эвакуационного в Запорожье. Из Мариуполя я вышел 22 марта в Запорожье. Я пришел 30 марта. Вся дорога заняла чуть больше недели. Силы предавал мне Бог. И такое ощущение, что Бог именно хоронил меня. Когда я шел на блокпостах, было легко, потому что не так сильно досматривали. Посмотрели сверху рюкзака. У меня рюкзак большой. Он так, ну, иди. Когда шел пешком, проезжали военные колонны туда-сюда, с техникой. Как бы не замечая меня, что я иду. Я чувствовал, что Бог меня охраняет. Как сказал он, ангел. А получается, вокруг боящихся. Я иду, и было такое чувство, что вокруг меня идут ангелы. Моя мечта – это быть сотрудником подросткового лагеря. Это по программе клуба «Следопыт». Многие сейчас следопыты разъехались. И вот хочется вот так собрать, чтобы следопыты собрались. И хороший следопытский лагерь провести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.